Пицца приехала, ты сразу на запах прибежала. Серёга, ну где ты там, а? А то сейчас Джина всё съест. Друзья, смотрите, какой торт. Какой торт мне Серёга привёз, а? Охренеть. Кстати, наши общие подписчики, знаешь, сказали... А что там написано, что-то? С днём рождения. Блокер. Блокер! Это, короче, Димон, съедобное. Прям всё? Юлька сказал, короче. Даже вот это, Вер. Юлька, знаешь, что я когда делал, забирай. Я говорю, Юля, говорю, сейчас мы, грубо говоря, это вот всё съедим, доллар, да? А потом, когда будут выходить, у нас будут уже большие купюры настоящие. Так это же бумажные бумаги, да? Какие это? Нет, это есть еда. Сейчас мы, короче... Давай мы сейчас вот встроим. Серёга, здорово. Спасибо за поздравление. Спасибо, Артем. Поздравляйте. Спасибо большое. Ехала, ехала в машине. Вся такая... Отвратила. Да я её понимаю. Я бы сказал, Серёга, сам езжай. Так далеко, в такую ночь, блин, с работы, автобус сломался. Это пипец. Я просто вообще никакая. Динка, она ей пожрать. Джина, иди сюда. Иди сюда взять. Тут он, блин, холодец. Всё. Я думал, она тебя сейчас укусит, а она за тебя запрыгнула. Да ладно, укусила. Пидвули не кусают, они только жирают. Да, Диночка, кто пришёл? Кто пришёл? Кто это? А где, скажи, твои собаки? И почему без лиры сегодня, скажи, приехал? Они мучили. А сколько там килограмм? Чё-то он тяжёлый такой. Прям реально, доллар его. Как будто это, долларами напихал. Да порежь ты эту фигню. Чё ты там узелки развяз? Ты прям как моя бывшая жена. Она любительница эти узелки развязывает. Я не бывшая. Я люблю вот так чикнуть и всё, и нафиг там возиться. Ладно, обалдел, что? Держи. На. А чё это? Визит. Юля? А, позвоню в следующий раз. Так, сейчас. Джина, какие хокусы. Дина, нельзя. Чё? А чё это? 18 мне уже надо было тоже написать. Дим, а есть жигалка чё? Мы ж не куримся, да? Как пахнет. Или Джина будет зажигать? Ты долго, наоборот, это задум. Ну, Димка, с днём рождён. А сарена капает. Как потом кушать будем? А ты давай, задумай быстрее. А задумай, будь чё? Давай, задумай, будь чё? Чё, загадать желание? Хочу миллион подписчиков. Да они и так придут. У меня ничего не другое. Серёга, может, хватит мой торт есть, а? Чуть-чуть оставь мне. Нет. Уже полторта, блин. Я только тут, понимаешь, пиццу разогревать поставил, а вот Серёга уже полторта съел. Куда в тебя влезает столько, а? Он туда. Я думаю, чё он, блин, в 2 часа ночи, куда он так торопится? А он, оказывается, торт хотел приехать есть. А мы эту джинку дальше махнем. Не, Серёга, не надо. Её вообще отсюда... Её вообще лучше отсюда убрать, потому что она, это, провоцируется. Жалко ей. Это моя собака, всё. Дай поцелуйся. Поцелуйся. Смотри, моя девочка. Моя молодецка. Сейчас возьмёт и укусит. А, не укусается. Да ладно. Она только может поболеваться, да. С днём рождения, Блохер! Серёга, а доллары тоже кушать? Да. Или оставим себе на карман. Нет, их можно съесть. А потом на выходе будут нормальные доллары. Уже блогер, деньги нельзя есть. А мы будем неправильные блогеры. Друзья, Серёга в гости приехал, сам снимает, а мы кушаем. А, Джиночка? А Джинка папку будет чпокать. Нет. Джинка, ты хорошая. Она доминантная. А то сейчас живёт. Нет, я это, я у Женки спрашивал, что это за фигня. Типа дома доминация, это не доминация. Это она. Ну, у Женьки, кинолога. Он сказал, что это, знаешь, сука созрел, и она кобеля просит. Сейчас ей надо кобеля. Я вместо кобеля. Серёга, хорош внимательно угощается. Да ладно, я на диете. А мы сейчас котлетки дожарим. И гулять с Джиночкой пойдём. Доминантная моя собака. Доминировать пришла над папкой. Гулять просит, гулять она хочет. Сейчас папка чуть-чуть осталась. Зажарь, и пойдём с тобой гулять, Джинка. Да? Гулять пойдём, Джинка. Давай, Джинка, догоняй, зайца. Блин, сколько девчонок, и со всеми надо разобраться, всех на место поставить, чтобы не залупались. А вот это самое классное. Иди сюда. Иди сюда. Пошли, вперед. Айди, моя хорошая. Зина. Ай, твои собаки. Пошли, пошли. Вот, друзья, я себе новую собаку завёл. Охотничью. Буду на курсинг ездить. Да, Ария? Будешь с ней жить? С Джиночкой? Джина. Пошли. Динька, пойдём смотреть, что там папка купил, Диночка. Пошли, смотри. Ты там папка купил свежие новости, да? Новости читать будем. Это перепелиные яйца, если что. Йогурт взял попробовать. Очень люблю карамельное что-нибудь. Тортики, пироженки. Смотрю, йогурт стоит. Думаю, надо взять. Возьму вот этот и шоколадный. И попробуем, какой из них вкусный. Сухарики люблю грызть. Очень нравится. Вот это хрустаем. Бананчики. Такие красивые бананы лежали. Думаю, блин, надо бананы взять. У меня ещё мандарины не закончились, а я ещё взял. Ну, потому что сейчас сезон, они все такие красивые, вкусные, крупные, чистенькие. Как не взять? О, а вот это моя вообще любимая. Мазетель с арбуз дыни. Вообще супер. Ну и картоха. Как же без картохи-то? Жарить будем? Очень вкусный. У нас есть напиток такой мягкий. Его пьёшь, пьёшь и не напиваешься. И вкус вот этот вот манго плюс дыня. А арбуз плюс дыня. Она такая освежающая. Так летом отдаёт. В такой мороз хорошо заходит. Летний напиток. Такую ногу взял говяжью. Ой, а чё это такое оранжевое? Раньше такого не было. Было всегда белое. Короче, наверное, на части вот так поделена. Раз, два, три, четыре. Да, Джина? Ты косточку будешь сейчас скушать? Ну, не сейчас, чуть попозже. После прогулки вечером дам погрызть. Джина, куда ты прежнишь? Дурында. Прикиньте, только что к дому идём. Она остановилась и поверху, вот смотрите, чует-чует запах. И поверху, короче, нюхает. Чё-то учуял. И потом потянуло меня сильно вот в эту сторону. Нам вообще в другую. Кого-то, в общем, учуяла она. И прет как танк. Идите. Я за ней пошёл, мне интересно. Кого она здесь учуяла? И куда мы сейчас придём? Зомби-апокалипсис. Смотрите. Грета, ты почему на Новый год к Джине в гости не зашла, а ко всем остальным зашла? А, собака? А? Эй, ты чё это, а? Мама твоя забыла? Понял. Да, да, ты разговариваешь, да? Чё ты сказал, я тебя не понял. А, вот почему, теперь понятно. А он, смотри, уже он старый, да, уже. Ну, он молодец, не нарывается, да, смотри? Они с Греты играли, да. С Греты они играли. Ты хорошенький, да. Иди, иди поглажу. Иди поглажу. А я знаю, он вон там, это, где цвет металлолом, где сдавали, вот он там. Стой, стоять. Сейчас я тебя расцеплю. Вот, Дуринда. Как ты так умудрилась? Смотрите. Побежала за белочкой, прыгнула, блин. И насадилась на ошейник. Стой. Не переживай. Начала так дергаться. С ума сошла, Дуринда. Так себя, блин, повесить можешь. Посли. Блин, испугала папку. Я думал, блин, она на кол села. Вот так прыг, скок туда. Прыгнула за белочкой. И смотри, что-то дергается, блин. Что случилось? Подбегаю, она пытается вырваться. Такого у нас еще не было, Дзина. Посли, Дуринда. Овца Ивановна. Овца Ивановна. Смотри, аккуратней. Смотри, куда прыгаешь. А то так, блин, еще бы чуть-чуть бы и в ухо бы вошла бы. Вот эта вот палка, друзья, прикиньте. На ровном месте вот такое может случиться. Или в горло войдет вот этот, не дай бог, блин. Как вот она так умудрилась, а? Насадиться, блин. Нашинник. Дуринда, Дзинка. Пугаюсь папкой. Папка и так переживает за тебя. Дайте, Надену, осенник. Стой. На, одевайся сама. Все, иди гуляй. Иди гуляй. Аккуратней. Будь аккуратней, Дзиночка. Лес это такая стихия опасная. Ну-ка, давай еще поиграйся. Эй! Дзино! Вот давно у нас никаких инцидентов с собаками не было, потому что мы уже, я уже Джину никому не пускаю. Гуляем сами с собой. Вижу собаку, любую. Сразу беру на поводок, проходим, потом опять отпускаю. Ну, если вот такие прям собаки, которых мы знаем, и Джинка с ними всегда нормально, кобелика какие-нибудь, то с ними можно. И то она с ними даже не играет, просто мимо проходит и все, неинтересно. Поэтому вообще у нас никаких стычек с собаками давно уже не было. А тут я это, каждый день вижу вот этого мужичка с собачкой. И Джинка с ними нормально, мы на лыжах мимо проезжаем, вообще ноль реакций. Один раз как-то что-то они понюхались, чуть-чуть порезвились. И сейчас что-то смотрю. Джинка, прыг, скок, давай скакать. Я думаю, дай-ка я поснимаю, прикольно так, она редко когда вот так с кем-то заигрывает. И вот тебе, пожалуйста, блин, отпустил к собачке поиграться. И в основном, в основном у Джинери всегда заканчиваются вот эти игры спичкой. Ну, потому что Джинка, вот видите, как играет. На нее рычать нельзя. Играть, играть она играет. Вот. А кому-то не нравится, кто-то, может быть, хочет доминировать, начинает рычать. Кому-то слишком грубо Джинка играет, рычать начинает. А те, кто рычит, ей не нравится. Она типа сразу, ну ты что рычишь, ну-ка иди сюда, нехер тогда со мной играть. Сам начал, сам подошел там, типа того. Я вот такая, не хочешь, не подходи больше. Поэтому, ну его нафиг, лучше ни с кем Джинку не пускать, даже кто играется. Потому что от греха подальше. Это хоть маленькая, она хоть даже не сопротивлялась. А была бы большая собака, сопротивлялась. Джина бы сразу захват бы сделала. Потом бы душить пришлось. Друзья, вы только посмотрите на эту милоту. Но она не сама себя, конечно, так укутала. Я просто зашел сюда, одеяло было вот там. И она там бараночкой так свернулась, укуталась. Не так ее жалко стало, захотелось ее вот так вот укутать и завернуть. Домик такой джинночки сделать. Она любит тепла. Но зато джинночка спать папке не дает по ночам. Всю ночь туда-сюда, туда-сюда. Ток на кресло пойдет, то на диван. То к себе в клетку пойдет, то к папке на кровать. Просится ей под одеяло. И из-за этого она мне не дает спать. Потому что под одеяло ее надо пригласить. Не пригласить, а открыть одеяло, чтобы она зашла. Потому что она залазит на диван. И носом меня вот так тыкает, тыкает. Типа папка, открой одеяло, я туда хочу к тебе. Да, Диночка. И такая лапочка. Спи, моя сладка, спи. Мой хорос. Собаки любят и такие укромные, темные, уютные, тесные места. Диночка. В телеграмме там Фаина спрашивает. Диночка, ты замерзла, спрашивает? Ты замерзла, что ли, Диночка? Нет, да? Ты играть захочешь? Опа! Играть она хочет. Я не замерзаю, я же питбуль. Да, Динька? Вот так, вот так. Давай забирай. Вот так, вот так. Вот, молодец. Динька, побежай. Ах, эй, молодец. Вы видели, как она стартанула? Ей понравилось в прошлый раз покатать папку, да, Дина? Сегодня тепло, плюс, короче, нулевая температура. Земля немного подтаяла и не такая скользкая. Дина, стой. Молодец. Вот тоже стой, 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 стой. Спрашивали, а как ты ее тормозишь? Давай, перед. И-и-и! А-а-а! Давай, Дина, молодец. Молодец. Вас прокатить? Ха-ха-ха-ха. Собака. Как поднасрала. Свинью подложила этим лыжникам. Прям на лыжню насрала. Фу, Джина. Пошли. Вот это да, вот это подстава лыжникам придется обходить. Хорошо, что хозяин этой собаки не умудрился снежочком засыпать. А то лыжник бы проехал точно бы по этой какашке, а потом бы всю жизнь бы ненавидел всех собак. Реда. Редом. Молодец. Обход. Молодец. Обойди. Нет, Джина, ко мне. Обойди. Молодец. Обойди. Рядом. Обход. Обход. Рядом. Рядом. Обойди. Рядом. Молодец. Возьми. Обойди. Ой. Это она цирковой трюк показывает. Синичек папка слушает, Джина. И моя Диночка сидит, уже ждет. Рядом. 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 кто отгадает чё папка готовит пловчик у папки получился будем пробовать мяско чесночок кинишка у меня самый вкусный плов изюм классно изюминка такая когда изюм добавляешь плов изюм и нут добавляешь плов и это как изюминки придает до оригинальность джиночка а чеснок это вообще шедевр нереально вкусно чеснок всегда кладу вот так вот целиком чтобы он не развалился потому что вот так вкусно кушать да джиночка рецепт прост обжарил лук до золотистой корочки дальше закидываешь мясо тоже все жаришь потом закидываешь морковку морковку не жаришь закинул морковку сразу заливаешь водой чтоб закрыла до морковки и закидываешь все эти приправы ставишь на средний костер огонь и до готовности и хорошенечко солим потому что зирвак должен быть соленый когда закидываешь рис да джиночка я все правильно говорю потому что рис потом в себя эту соль тоже возьмет и в итоге получится не пересоленный а как оно должно быть соленое это ты такой носик красненький плова захотел за то что джиночка папку покатала папка угостит его такой вкусной косточкой и иди туда кося дина и чё так лежишь вот это тебя кто-то обидел посмотрите как она скрутилась баранкой ты что готовишься придушить меня ночью джиночка кто испачкал покрывала папки джинка собака а у кого глаза красивые у джиночки красивые глазки смотрите какая пухлая просто пипец который день у тебя уже джиночка на какой день там друзья не подскажете я что-то всегда забываю у нее вроде бы уже вот четвертый день сильно прям так распуху смотрите охренеть такой вареник какой там на седьмой день наверно надо вязаться джина будем вязать тебя хочешь кобеля нет нахрен он нужен да эти кобелей диночка за посылкой пришла что там мне прислали скажи опять да что это мне прислали эти получатель получать да все скажем вам что надо это ей посылка кстати 900 а секрет же это же сюрприз обычно она у меня сама дома коробки раскрывает но но мне это сейчас на прогулку идти с коробкой не вариант да джина что там кошку учила картинка какая-то ну ладно придется домой нести шерсть все живут зверушкой зверушкой давайте пожелать все спасибо до свидания пойдем длина домой диночка в этот раз ты не будешь распаковывать сама джинка там что-то такое стой 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 и там точно не вкусняшки динка динка подожди стой сидеть дина сиди сладкой ух ты нифига себе какая-то картина яркая там друзья сейчас посмотрим ух ты нифига себе джинка ты посмотри тайсон что кб2023 динка ты посмотри какой тайсон красивый офигеть такой яркий динка на зуб тебе надо попасть ты покажешь там еще что то есть ух ты ну-ка ну-ка немецкий боксер тайсон холст акрил о класс дмитрия цветкова лучшему блогеру на долгую память джинка это нельзя это нельзя на вкус пробовать диночка нельзя хулиганка нельзя друзья спасибо большое бар тенева кд класс такая яркая офигенный класс спасибо большое вам бабки очень приятно да диночка ты посмотри красота какая джина нельзя с ума сошла ну все теперь нужна и вторая картина чтоб джинка была да чтобы тайсон на джинку смотрел а тут а джинка на тайсона смотрела офигенная картина спасибо огромное я люблю ярко смотришь такая вот душа радуется причем у тазика уже нету да а вот он тут такой и в ярких цветах и реально вот смотришь и и настроение поднимается в общем показала самой первой маме эту картину думал обрадуется она сказала это не тайсон вообще причем сразу причем сразу прикиньте она у нее глаз алмаз она же у меня художник но сразу сказал это не тайсон я так расстроился честно я так расстроился честно говоря я думал это тайсон такая яркая классная картинка тайсон кто-то вот старался тазика рисовала я так подумал что если это тайсона рисовали что там душа его как бы я знаете отношение такое картине было а потом когда мне мама сказала что это не тайсон нифига я чё-то так расстроился сразу а потом узнал у того кто прислал каста да это это живопись по номерам но все равно красивая картина яркая такая конечно хватилось бы тазика суда и джинночку пинка и меня конечно извини я этого раньше не знал тут в чате написали что с вами опасно спать вместе у вас может быть ночью среди ночи сдвиг по фазе и можете хозяина загрызть поэтому я теперь вынужден нож под подушкой прятать тебе тоже смешно да джинночка